Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами встречаемся. Сегодня у нас тема сновидений, подсознания. Но прежде чем пускаться в такие дебри, я все-таки рекомендую сделать несколько правильных упражнений. Наши руки, давайте поставим их совершенно вертикально. Пальчики в разные стороны разбегаются, расправляются. И чувствуем, вот вы почувствуете, как будто какая-то сила поворачивает ваши кисти к верху, к небу. И вот уже руки тянутся, тянутся со всей силы. Куда они тянутся? Они тянутся мимо Плутона, за пределы солнечной системы, все дальше и дальше. Ноги проходят сквозь первый этаж, сквозь подвал. В удивление отбегают сантехники, что такое, чьи ноги. Погружаются в землю и проходят сквозь землю и идут в сторону солнца. И за солнце. Ох, и вот теперь мы возвращаемся. Вот почувствуем, не спеша. Возвращаемся. Возвращаемся. Полные сил, энергии и готовности внимать и что-то слушать, слышать и понимать. Ну вот, в некотором королевстве жил-был король. Видите, такой у него характерный, такая характерная мантия с Горностаевой. Вот, у него была единственная дочка. Она была очень красивая. Ну, как, естественно, любая дочка, нужно ее отдавать замуж. Вообще, как вы знаете, в любых сказках, в любых историях, со временем какая-то проблема возникает с дочерьми. Если их отдавать замуж, то всегда какая-то в этом есть загвоздка. Со временем какая-то непростая ситуация. Ну, и в данный момент, конечно же, принцы, графы, маркизы, все сватались. А принцесса была очень гордая. А может быть, ей нравилось, что вокруг нее столько много внимания, обожания, какая-то суета. И потом, может быть, скучно. Вы знаете, так вот, ну чем еще заняться? А тут, пожалуйста, приходит и присватывается. Вот. И дошло до того, что она даже, вы знаете, она даже в благородных кабальеро, а кабальеро в Испании называют дворян, да, кабальеро, она их даже взглядом не достаивала, не смотрела на них, и все. И вот однажды гуляла она как-то раз перед дворцом и видит нищий. Ну, старый нищий, не просто нищий. Лицо его, конечно, было ни ахти, ни подарок. И одежда в лохмотьях. А на спине был огромный горб. Он и говорит, подайте на бедность. Ну, принцесса, у нее мелочи не было. Она говорит, вы знаете что, у меня с собой мелочи никакой нету, ну, ни кредитов, ничего. Идите-ка вы отсюда подальше. Сейчас я позову стражников, они вас выгонят. Ну, конечно же, нищий очень рассердился, потому что не хотелось так быстро потерять это место. Вот, и он рассердился и бросил в принцессу черного паука. А вы знаете, что очень часто женщины очень боятся пауков, очень такие вот напуганные всевозможными ползучими гадами. И, конечно же, принцесса очень испугалась от мерзения. И паук уцепился так крепко, что вот никак не могла стряхнуть свое платье это вот гадкое насекомое. И вот приходит во дворец принцесса с пауком. А этот паук никуда не девается. Он так вот пристроился. Непонятно, что делать. Он даже кусал ее. Кусал днем и ночью. И более того, он рос. И главное, как спать. Ты же можешь раздавить его. А тоже, кто его, может он, может он кусается. Эти ноги его, такие тоненькие. Ну и, конечно же, придворные тоже стали бояться. Вот одна вот закрылась даже веером. Другая уши он закрыл. Надо что-то делать с этим. Но это же невозможно. И тогда решила принцесса позвать очень храброго солдата. И попросила, ну, благо, что паук, в общем-то, мало понимает по-испански. Она сказала, пожалуйста, ну, аккуратненько, прицелься, ну, выстрели уже. Ну, сделай что-нибудь с этим. И солдат, конечно, волновался, конечно, переживал. Рука дрожала. Тем не менее, вот это вот насекомое. А рядом стоял кожевник. Этот кожевник, ну, это только кожевник. Это тот, кто с паука стянул шкуру с мертвого и сделал из него бубен. И когда, ой, конечно, праздник. Ну, что говорить. Ну, конечно, приятно. Конечно, приятно, что вот уже этого паука нету. И принцесса довольная. И старый король вообще ничего не может понять, что происходит. Какие-то пауки возникают. Он говорит, что давай-ка все-таки продолжим. Мне надо, чтобы ты вышла замуж, как-то уже решать этот вопрос. А принцесса говорит, я выйду замуж только за того, кто без ошибки ответит, из чего сделан мой бубен. Ну, опять же, со всех концов женихи приехали. Но из чего сделан бубен, никто не мог отгадать. Ну, скажите, ну, кто же может просто вот так вот сказать, что бубен у вас сделан из кожи паука. Я такого бубна никогда, честно говоря, не видел. Ну, красавец только посмеялся над ними. А вот однажды стоит она около окошка. Хорошо выглядит. Видите, есть в ней платье такое вот характерное. Ну, вообще красиво. Видите, посадка головы. Видно, что благородная дама. Она смотрит в окошко, а там из какого-то дальнего королевства принц, красавец, блондин, в золотом плаще. Вообще в Испании мало блондинов. Вы знаете, что в южных странах блондинов очень мало. Это проливератива северных стран. Поэтому, естественно, с белыми волосами принц, он особенно прекрасен. Ну, и кроме того, у нее золотой плащ, перо на шляпе, посмотрите. Ну, и держится он хорошо, правильно, смотрите, ровная спина. Ну, и, конечно же, этого достаточно, мне кажется, чтобы принцесса, конечно, полюбила его. И она помнила, что есть у нее вот этот вот конкурс. Ну, как он узнает, что вот паук-то был причиной изготовления этого бубена? Решила бы сказать. Открыла окно, говорит, мужчина есть и спросит, из чего бубен. «Скажите, из кожи паука!» Ну, а принц не расслышал. Может быть, он там засмотрелся на что-то. А вот горбатый этот нищий, который его прогнали, это вообще странный старичок, на самом деле, малоприятно. Так вот, он очень хорошо услышал, да? И когда принц не мог отгадать, когда его спросили, скажите, а из чего бубен? А принц не может отгадать. А вот нищий подошел к королю и сказал, «А он из кожи паука! Теперь принцесса моя жена!» Представляете, вот так вот взял и всю картину, можно сказать, испортил. Король-батюшка, он совсем уже, наверное, я не знаю, расстроился из того, что капризная такая дочка. Говорит, ну что ж, ну что же, если я сказал, мое королевское слово – закон. И король такой яростный, знаете, эмоции вообще, испанцы очень такие эмоциональные. Вот до чего довели твои капризы! Вот, смотри, кто отгадал загадку! Уходи сейчас же из дворца с этим горбатым стариком, и не возвращайся больше обратно! Вот папочка так сказал. Ну, а что же, принцесса, конечно, очень горько заплакала. Нищий, горбатый взял ее за руку, ну и повел, куда-то повел. Ну, доходят они, не знаю, что здесь изображено, это река? Ну, наверное, речка, да. Она говорит, ты моя жена, и должна исполнять все мои прихоти. Вот так вот. Так что ж ты хочешь, ты, господи, боже, что ж за урод ты, что ты хочешь? А вот возьми меня и перенеси через реку. Ну, она, конечно, знаете, девушка-то такая снородистая. Она его вроде как взяла, а вот донесла до середины реки и сбросила. Он упал в воду. Но, видите, какая неприятность? Она не смогла разогнуть спину. Как будто, знаете, какая-то тяжелая камень, какая-то ноша. Как будто у нее что-то такое на спине. И вот обратите внимание, вот здесь вот, вот да, у нее на спине вырос огромный уродливый горб. Точь в точь, такой же, как у нищего старика. Ну, и как только она пошла в город, вообще, конечно, состояние не очень неприятное, да. Только она пошла в город и что-то стала говорить, например, дайте что-нибудь мне, молочка или сыра. А горб повторял за нее писклявым голосом, передразнивая, молочка или сыр. Ну, а люди что, люди? Вместо того, чтобы пожалеть, все смеялись над ней, пугались, прогоняли прочь. Ну, лучше, конечно, притвориться немой. Действительно, девушка, принцесса, перестала вообще разговаривать, притворилась немой. И как-то она дошла, гуляла вот так вот, гуляла, решила пособирать какие-то плоды дикие, что-то такое, хотя бы перекусить. И видит дворец. Да. И дворец-то ведь непростой, а ведь дворец тот самый, как впоследствии оказалось, где проживал вот этот вот блондин, помните, который к мне приезжал? И она пришла в этот дворец и решила просто наняться прислуживать. Ну, когда-то ей, может быть, кто-то показал, как это делается. Вообще, принцесса не очень хорошо умеет в хозяйстве разбираться. И она приносит вот он колбаски, что-то такое нарезала, виноградику, а он даже не взглянул на горбатую, немую служанку. Он весь в мечтах вот о той самой принцессе, которой он, к сожалению, вот, к сожалению, не отгадал вот это вот слово, отгадал мубин, и он все вот в мыслях. А к тому же время, как говорится, знаете, святое место пусто не бывает, и уже подыскали его невесту, какая-то маркиза. Но она, конечно, не такая красавица, как вот наша героиня. Такая, знаете, у нее достаточно очень высокий рост, а самое неприятное – разговорчивое. Вот есть такие особые, которые любят много говорить. Ну, в общем, да. Вот. И, конечно же, такое дело. Они знакомятся между собой. Ну, знакомство, знакомство. Нужно что-то перекусить. И давайте сделаем большой ужин, предложил вот этот принц. И пришлось принцессе-служанке жарить пирожки с яблоками для королевского стола. Ну, она, конечно же, один пирожок так зажарила, и вот эта мысль интересная говорит своему горбу. Горбик, горбик, хочешь пирожок? Хочу, хочу! Пропищал горб. Видите, он пропищал так, вот он пропищал. Ну, не знаю, может быть, с плоткоежкой. И вот решила она одну хитрость. Говорит, горбик, хочешь, я угощу тебя? Только для этого прыгай ко мне в передник. Тут много пирожков. И наешься вдоволь. Глупый горбик-сладкоежка так и сделал. А принцесса схватила его щипцами и бросила в печку. Горю, горю! Последний раз пропищал горб. Ну, что сказать? Ну, да, да, малоприятная процедура что-то. Но зато она выпрямилась. Не знаю, где она нашла, конечно, платье. Но платье хорошее. Может быть, она взяла в прокат. Бывают такие службы. Сказала, я потом вам заплачу. Но неважно. В атласном платье кружева. Посмотрите, какие кружева. И обратите внимание, лицо прикрыло вуалью. И вот так вот она прикрылась, вот так вот вуалью. Ну, для загадочности. И явилась в парадный зал. И нисколько не стесняется. Вот любой другой человек войдет, будет не по себе. Да? От богатства, от таких людей сыновитых. А она, так как она принцесса, вела себя очень естественно. И принц не удержался и воскликнул. Кто же вы? Такая он увидел по походке, по вот этой изящной манине. Он, кто вы, величественная незнакомка? Скажите, а я имел счастье видеть вас раньше. Взял ее руку. Ну, вообще, что-то в нем такое, конечно, интуиция. Ну, а маркиз – это вот эта вот девушка, помните, которая его теперь невеста? Она, конечно, и не по себе. Она вся прямо от досады покраснела. Побежала и сорвала вуаль. Не просто сорвала, а и закричала. Смотрите, смотрите, это наша немая служанка. Ишь, как вырядилась. Ну-ка, ступай прочь, повариха. Вот она так вот трещала, как, не знаю, как сорок. И хочется сказать, что так себя не ведут, конечно. Тем более в общественных местах. Так вот, ну, как-то воспитание должно все-таки проявляться. И поэтому очень важно в этот момент жестко поставить все на места. И принцесса даже не дала ей договорить. И за стоимость она так вот ответила. Ваша правда, сеньора маркиза, я действительно была поварихой и прислужницей принца. Но я родилась не служанкой, а принцессой, дочерью короля. Ну, и самое главное, что принц, он ведь видел ее. Не то, что видел, он был влюблен. Конечно, тут у этой девушки никаких шансов. Вот эта вот маркиза. Ну, и вы знаете, скоро принц тоже стал королем, и она королевой. Они поженились. И самое главное, что принцесса вот всю эту ситуацию, она правильно поняла. Она больше никогда не отворачивалась от чужого горя. Она поняла, что значит скитаться без гроша. Что значит зависеть, просить у других людей глоток воды и кусочек хлеба. Это она, когда это поняла, конечно, ее очень-очень сильно украсила. Ну, и, конечно, воспоминания об этом страшном горбе, что это был сон, или, может быть, действительно явь. Где сон? Где явь? Вот об этом и поговорим. И, конечно, вопрос. Продолжение следует...